6, 7 Больше всех потянуться или быстрее всех пробежать 100 метровку. Так в Татарстане сейчас отбирают тех, кто мечтает о карьере военного. 18 выше. Насколько такие экзамены не сдать, уверен Роман Горбунов. Готовиться к испытаниям начал давно. Мечтает поступить в военную академию связи в Санкт-Петербурге. Я решил поступать в военную вуз еще зимой. Держал тренировку, держал диету. Потягивался больше и пытался выносливость выработать. Здесь соблюдаются все необходимые меры профилактики ковид. Раньше поступающие должны были ехать в выбранное училище или университет. В этом году из-за пандемии испытания проводят в региональных военкоматах. В Татарстане приемная комиссия развернулась в спортивном комплексе «Бур-Вестник» в Казани. Результаты экзаменов будут действовать во всех профильных вузах страны. Наши ребята подали завеление в фессии 35 высших военных учебных заведений. Начиная с Дальнего Востока, кончая Калининградом. Военный комиссариат организует проверку ребят в районах нашей республики на коронавирус. Это обязательное условие. Чтобы стать курсантом одного желания и физической подготовки недостаточно. Каждый абитурент проходит жесткий профессиональный психологический отбор. Здесь они сдают тесты на память, сообразительность и особенности характера. Особый интерес со всей страны к Казанскому танковому училищу. В этом году зачислят 130 человек. 60 абитурентов это на сегодняшний день. И только по республике Татарстан. Казанское танкоучилище поступает со всей Российской Федерации, со всех республик, областей. У нас традиционно последние годы 4 или около 4 на место конкурс. В разные военные вузы страны документы подали больше тысячи поступающих со всей республики. Среди них есть и девушки. У меня вся семья военная. Папа, дядя. Я хочу посвятить всю свою жизнь Родине. Прием документов продлится до 5 августа. Рамиль Галиулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5-705-100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова